Да, пора. Ну, будете вы нас на Колыме. Будете вы нас на Колыме, Минск и просим. Нет, лучше вы там. Счастливо. 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 Двести девяносто первая серия. Участок маршрута Магадан-Владивосток. Движение в сторону Якутска. Но осталось меньше ста километров. То есть у вас есть возможность посмотреть на трассу Р-504 Колыма от Нижнего Бестиха до Магадана и обратно. Видео отражает реальную картинку по состоянию на осень 2021 года. Без приукрас, без очернения. Все есть свои проблемы, которые, я думаю, в недалеком будущем будут решены. Вот так, например, черный прижим и заячья петля, видео о которых достаточно много в интернете, они уходят в историю. Руководством Дальнего Востока принимаются необходимые меры. Вы можете сами, посмотрев видео, сделать такие выводы, что те ужасы, те страсти, которые были буквально несколько лет тому назад, их уже практически нет. Я двигался, правда, в летнее время, лето-осень, как зимой на этих участках сказать не берусь. Ну, а в летнее время, когда нет снега, двигаться можно без особой тревоги. Есть определенные проблемы. Это с дорожным покрытием. Я имею в виду полотно дороги. Этот скальник, это беда на трассе. Многие режут резину. Вы сами можете убедиться. Вот проезжают автомобили, которые обгоняют или навстречу идут. На крыше, на багажнике лежат запасные колеса. Это одна из проблем. Но я думаю, она, согласно вот этим счетам информационным от Росавтодора, где-то в течение до 2006 года, должны будут решить. Вторая проблема, это инфраструктура. Заправочные станции, отели, магазины. То, что могут понадобиться. Они только в крупных населенных пунктах. Моя давнишняя мечта проехать по трассе Р-504. Свершилось. Я здесь своими глазами увидел эту дорогу. На себе почувствовал все. Ну, опять-таки, говорю, это в теплое время года. Я просто был потрясен той красотой окружающей природы, которую я увидел на Колыме. Тингоры, перевалы, леса. Они просто потрясают. Видеорегистратор не может передать полностью эту картинку. Потому что, ну, боковые камеры я на них тоже снимал. Потому что окружающая среда, она не может попасть на экран в объектив. Но уверяю вас, что красота просто потрясающая. Я намерен после завершения всего маршрута и размещения его в Ютубе, разместить видео с боковых камер. Которые засняли скалы, горы, реки. Но, по сравнению с природой, неизгладимый след в моей памяти оставили люди. Это просто потрясающие люди. Потрясающие. Ну, даже я не смогу подобрать слова. Как назвал один из подписчиков, это Человечище. Да, это Человечище. И в памяти они мои останутся, покуда буду жив. Подходит к концу. Видео. От Магадана до Якутска. Но маршрут продолжается. Далее от Якутска. Ну, вернее, в нижнем бестихе я останавливаюсь на привал на ночевку. На другой день. На пароме. Переберусь на противоположный берег. Проеду по Якутску. Но, к сожалению, вот эти дожди, осадки тоже сказались на съемке города Якутска. То есть лякать, грязь, лужи. Ну, что получилось, то получилось. Ну, а дальше от Якутска будет лежать маршрут во Владивосток. Во Владивостоке тоже это будет очередная знаковая точка. Третья по счету. Ну, первая была, это был Мурманск. Полярный круг, первая знаковая точка. Вторая знаковая точка, это был Магадан. Третья. Это Владивосток. Как назвал танкист Вася. Третий сезон. Ну, наверное, третий. Я не знаю, что такое третьи сезоны. Вот. Ну, из Владивостока отправлюсь в Крым. Ну, и финиш будет уже в Москве. На мой взгляд, я думаю, еще очень много будет интересных мест на этом маршруте. Ну, маршрут полностью это, я уже говорил, Москва, Мурманск, Магадан, Владивосток, Крым, Москва. Так вот. Половина пути пройдена, 50% маршрута. Осталась вторая половина. Должен сказать, что там будет, на мой взгляд, немало интересных мест. Неудачей закончится попытка заехать в город Циолковский. Ну, там, где космодром восточный находится, не пустили. Но я об этом отдельно буду говорить. Интересное место будет во Владивостоке. На обратном пути заеду в Благовещенск. Посмотрите, кто будет смотреть видео, посмотрите на Китай со стороны России. Ну, и, на мой взгляд, еще много интересного будет. Так что продолжайте смотреть, пишите комментарии, рекомендации, какие-то вопросы задавайте, по возможности буду отвечать. Продолжение следует... так 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 когда проедут наглядываются на дерево Отпускаем. Молодцы. Помнится. Начинаем здесь остановиться, да, не завязываться на грязь. Это будет не скоро. Поэтому сейчас я переблюсь в глуши. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Что? Пришлил что ли? Держим за били Опа, поехали Ну что? Может он так там разошелся? Ну что? Что-то выходило из тропы Ха Слышь 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 Продолжение следует... 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 Слякоть невероятная. Температура за бортом 10 градусов. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok